Должны ли мы сами себе прощать исповеданные грехи? Мне сразу приходит на память прошение «Сами себе и друг друга и без животных наш Христу Богу предадим». То есть речь идет о том, что не надо каяться перед собой, это не будет покаянием. Когда мы каяемся перед собой, мы сами себе, Боги, можно себя прощать, можно себя не прощать, чаще не прощаем, конечно, гнобим, бесконечно травим и мучаем себя за задеянные, бередим раны, которые, в общем-то, уже почти что зажили, а мы не даем зажить им до конца. Конечно, лишаем себя радости, потому что когда человек все время себя гнобит, все время мучает, когда человек думает только о плохом, он и хорошего перестает замечать. И у него не хватает сил Бога благодарить, у него не хватает сил Бога любить и людей любить тоже. Нельзя жить на негативе, это как ездить на плохом бензине. Машина не поедет на плохом бензине, мотор сломается, она встанет. Так и человек тоже, если он будет все время мучить себя, если он будет перед собой все время выставлять свои грехи, то в этом и покаяние не случится, и Бога общения никакого не будет. Речь идет о том, что да, мы согрешили, и грехи наши бывали тяжкими, и надо помнить об этом в некоторых случаях, когда мы гордимся, когда мы превозносимся, когда мы хотим кого-то осудить, когда мы на кого-то обижаемся. Полезно вспомнить о том, что мы делали тоже. Но не надо держать в памяти все время те греховные поступки, которые давно уже прощены Богом. Все мы уже поняли, все мы уже осознали до конца, мы раскаливались уже в этом. И нужно оборачиваться назад, надо смотреть вперед. Как в Библии жена Лотова, она оборвнулась назад и окаменела, так и человек тоже окаменеет сердцем, когда он постоянно оборачивается назад. Можно сокрушать свое сердце, можно смиряться, но не перед собой, а перед Богом. И грехи, которые мы имеем, все-таки нести Богу прежде всего, а не на суд своего ума и своей личности. И вот когда мы несем их Богу, мы получаем прощение. Когда мы получаем прощение, конечно, нас посвящает радость. Покаяние всегда присутствует, кроме сокрушения сердца, еще и радость. Если мы не радуемся после покаяния, значит, мы еще и не покаялись. Мы, опять же, перед собой только исповедовались, а не перед Богом. Бог всегда нас посылает такую радость, прощение. Поэтому не будем исповедоваться и думать о своих грехах только перед собой, а будем вести их к Богу. Как мы уже говорили, сами себя, весь живот наш, Христу Богу, предадим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok